приветствую вас друзья и недруги жефри сакс это самый влиятельный экономист мире самый его кто так только не называл и тайме и нью-йорк таймс экономист в разные годы я 30 лет назад виделся с ним несколько раз девяносто втором году это всегда были попытки записи интервью с гайдаром и гором гайдаром джеффри сакс его консультировал вот и мы пересекались по президент отеля в белом доме осторожен относился осторожно потому что он симпатизировал гайдару который у меня вызывал очень отчетливый десинкро зим даже тогда девяносто втором не говоря уже потом когда стали очевидны последствия его деятельности впрочем песни совсем не о том джетри сакс знаете это в россии у нас поэт гораздо больше чем поэта экономистов у нас так не привлечает в мире который себя позиционирует как цивилизованы то есть западной культуре экономисты они как раз вот эти забы поэты то есть очень-очень влиятельные люди я к чему такие издалека захожу я честно говоря сидел когда в прямом эфире блумберга услышал заявление джеффри сакс о том что именно америка грохнула нефтепроводы балтийском море это очень дорогого стоит потому что это не какой-то знаете как это принято пропагандист это не журналист это даже не эксперт это реально гуру в той сфере которая на самом деле на на западе просто обожествляется в сфере экономики его слова дорогого стоит сами послушайте европа переживает очень резкий экономический спад резкий спад кризиса жизни проявляется и в росте цен но главное в том что именно европейская экономика страдает от этого отключения энергии а теперь чтобы окончательно добить произошло разрушение газопровода северный поток которое я готов поспорить дело рук сша возможно сша вместе с польши джефф джефф ты должен остановиться на этом это громкое заявление что ты взял что это сша у тебя есть доказательства ну во первых есть конкретные радиолокационные свидетельства того что американские вертолеты которые базируются в гданьске кружили над этим районом ранее также были угрозы соединенных штатов о том что так или иначе мы собираемся положить конец северному потоку также было удивительное заявление секретаря блинкина в прошлую пятницу на пресс-конференции которым он сказал что это потрясающая возможность довольно странно звучит если вы действительно беспокоить о жизненно важной международной инфраструктуре я знаю что это противоречит нашему нарративу что на западе запрещено говорить такие вещи но факты говорят о том что во всем мире с я разговариваю считаю что это сделали сша кстати даже репортеры наших газет которые в этом замешаны говорят мне в частном порядке да конечно это так но это не транслируется в наших сми это значит не явно видно в нашей медиане а